Добрый вечер, ДТ-канал ТВ-8, программа оригинала, я ее ведущий Михаил Сыркили. На прошлой неделе в Бельцах закончилась беспрецедентно для Республики Молдова акция протеста, организованная в ответ на давление центральных властей, и оказываемая на этих советников для того, чтобы предотвратить возможность или предотвратить голосование по вопросу об организации референдума по отставке мэра Бельц Рината Усатова, который уже более года не может выполнять свои функции, находясь в самом городе и управлять городом дистанционно. Об этом мы сегодня поговорим и о возможных последствиях этой акции протеста, и о том, какова была реакция политических игроков на эту акцию протеста и средств массовой информации в целом общества. Мы поговорим сегодня с гостями в студии, Еленой Бондаренко, депутатом парламента Республики Молдова. Елена, добрый вечер. Добро пожаловать. Виновником, одним из виновников этого торжества, муниципальным советником Николаем Григоришиным. Николай, добрый вечер. Добро пожаловать. И Галина Васильева, заместителем редактора Ньюсмейкер, одной из немногих СМИ, которая освещала акцию протеста в Бельце. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, господин Григоришин, вам, как виновнику торжества, первый вопрос. С чем было связано и что побудило вас, и не только вас, и 20 ваших коллег, прийти к такой беспрецедентной для 25-летней истории Республики Молдова акции протеста, как Голодовка? Ну, побудила нас, так будем сказать, это война. Началась настоящая война. Это травля центральных хвостей, силовых структур на моих коллег, советников от нашей партии в Бельцах. Началось тут с председателя фракции, значит, пошла волна обысках на его предприятиях, у него, Игорь Николаевич Басистов, на его предприятиях, у него дома, у его родителей дома. Ну, там, будем так говорить, где фамилия Басистов, значит, началось все оттуда. Значит, потом, значит, давление пошло на всех моих коллег. С каждым в отдельности велись, значит, будем так говорить, уговоры, разговоры. Значит, начиналось с того, что угрозами, вплоть до того, что, значит, закроют одного из советников, ихних жен, мужей, детям подкинут наркотики, там, еще что-то. Ну, вот такое вот все началось, значит, именно давление очень было сильное. И у нас ничего не сказалось, как уйти в голодовку, тем самым показать властям, что нас нельзя так сломать, нельзя так запугать. Но нашлись такие, кто, двое коллег моих, такие, как Антон Лисник и Владимир Гула. Значит, они не выдержали этого. Гула мотивировал то, что он боится свою семью. Значит, там сказали, что закроют его жену. Он говорит, я не хочу ничего в этом участвовать, значит, и он говорит, я выйду из фракции. Ну, пока, если он написал заявление, я не знаю, там, как он выйдет, значит, у них цель какая? Чтобы все стали независимыми, чтобы они вышли из нашей фракции, стать независимыми, чтобы расшатать, будем, советно, чтобы большинство завладеть там большинством. И выбрать потом в дальнейшем, уже в следующий этап, это своего вице-мэра, и чтобы он был им подконтрольным. Ну, давление, я так понимаю, началось после того, как муниципальный совет проголосовал за решение о назначении референдума о доверии или недоверии примару муниципе Борис Рената Усатова. Михаил, совершенно верно, но оно началось еще чуть раньше, будем так говорить, еще год назад. А сейчас, оно после вот этого началось именно с удвоенной силой, будем так говорить, если сам Кавкалюк приехал в Бельс и делал экстренное совещание силовиков, значит, и любыми методами расшатать фракцию нашей партии, вытащить оттуда людей. То есть, я так понимаю, решение было принято, вы приняли два решения о назначении референдума, второе решение о назначении даты референдума. И вопрос. И вопрос, и дальнейшее, и как будет решать вопрос на этом референдуме? Доверяют ли исполнять обязанности мэру Ренату Усатому, жителей города, да или нет? Хорошо, дальнейшее действие. Вы собираетесь проводить референдум? Да, совершенно верно. На первое, на март месяц? На четвертый март. На четвертый март, да. Госпожа Бандеринга, вы присутствовали на заседании муниципального совета в пятницу, по-моему, это было. В пятницу, да. В 10 утра. После голодовки муниципальные советники пришли в зал заседания и проголосовали за решение о назначении даты референдума. Я так понимаю, это единственная парламентская фракция, которая оказала поддержку муниципальным советникам, которые голодали. С чем связано такое решение? То, что происходит сегодня в Бельцах, это очередной вал уничтожения своих политических оппонентов. Собственно, эта практика началась еще предыдущей коалицией, в руководстве которой была либерально-демократическая партия. Но демократы, сегодняшняя власть Молдовы уже усовершенствовала формы и методы работы, развила и приукрасила методы политической обработки политических конкурентов. Партия коммунистов была первой партией, попавшей под эти репрессии, под этот прессинг. Мы пережили абсолютно все то, о чем рассказывает сегодня господин Григоришин и то, что происходит сегодня в Бельцах. И не только это. Мы прошли и через очернение, мы прошли и через подкоп наших народных избранников, в том числе и депутатов парламента. Мы прошли и через запугивание и членов семьи, и детей, через увольнение с работы. И я хочу сказать, несмотря на то, что демократы сегодня говорят о том, что партии коммунистов уже нет, что она заканчивает свое существование, но давление против членов партии коммунистов продолжается. И в течение последних четырех месяцев 2017 года четверо наших коллег, занимавших должности вице-председателей районов, были освобождены от этих должностей по инициативе и непосредственном голосовании советников районных советов демократов. Поэтому мы здесь подошли, во-первых, с точки зрения гражданской солидарности с народными избранниками, с людьми, которым руководство городом Бельце доверило народ, избиратель Бельц. И в данном случае не имеет значения, какую партию представляют эти советники. Имеет значение, конечно, для них, для избирателей. Для нас речь идет о том, что нарушается местная демократия, о том, что нарушаются права граждан Республики Молдовы на свободное волеизъявление и на то, чтобы самостоятельно управлять своим населенным пунктом. То есть это была поддержка, уточняющий вопрос, да? В поддержку местной демократии или же в поддержку Рината Усатовой и нашей партии? Это была акция в поддержку, в первую очередь, местной... Может быть, это связано с тем, что Рината Усатая представляет тот же самый геополитический вектор, который поддерживает партию коммунистов? Вы знаете, мы говорили об этом, не имеет значения в данном случае фамилии политиков. При всем уважении к советникам, к тем 20 людям, которые голосовали, если бы это были советники от других партий, если бы это были примары от других партий, мы бы точно так же выступили в их поддержку, как делали до сих пор это. И в отношении Сергея Филиппова он был тогда беспартийным. Ну, бывший ваш соратник. Но господин Чемпоеж никогда не был членом партии коммунистов. Мы тоже выступили в его поддержку. И мы постоянно выступаем и на парламентском уровне, и на уровне масс-медиа, в поддержку местной автономии и в поддержку прав граждан Республики Молдова. Галина, ваш информационный портал – одно из немногих средств массовой информации, которое освещало эти события с места события. Почему именно эта акция протеста привлекла ваше внимание? За 130 километров от города Кишинево, где находится фактически ваша редакция, у вас, я так понимаю, собственных корреспондентов в Бельцах нет? Нет, у нас нет. Ну, во-первых, потому что это беспрецедентная акция. Никогда у нас на местном уровне, я не припомню, на центральном уровне акции голодовки, а тут на местном уровне. Тут важно другое. Я думаю, что в ближайший год нам всем придется больше обращать внимание на регионы, потому что, как мы знаем, у нас выборы пройдут посмешно, избирательная система, и половина депутатов будет избираться по одномандатным округам. В этой связи… И в Бельце и в два округа. Да, в этой связи роль местных политических лидеров увеличивается в разы. И в Бельцах, многим покажется, что это какая-то оригинальная, неважная проблема в целом для республики, но следует определить на тот факт, что наша партия нравится, она кому-то не нравится, за нее на местных выборах в Бельцах проголосовали 72% избирателей. У муниципальных советников нашей партии большинство, они вправе в рамках закона принимают любые решения, какие они считают нужными. Если мы говорим о демократии, никто не должен этому препятствовать. Можно было бы предположить, что советники нашей партии разуверились в лидере партии, в политике партии, но это происходит как-то постепенно, не за ночь до принятия решения, вдруг 2, 3, 4 советника за ночь выходят из фракции. Ну, такая причинно-следственная связь свидетельствует, наверное, о том, что на них оказывается давление, если кто-то еще не верит, что на них оказывалось давление. Что такое оказывается давление? Это совершенно противоречит любым принципам демократического государства и принципам Европейского союза, куда нас ведет правящая демпартия. На это следует обращать внимание, потому что, да, если, мне кажется, от того, чем закончится конфликт в Бельсах, будет зависеть, мы можем уже примерно будем прогнозировать, как будут проходить выборы по одномандатным округам. Мы знаем, что о демпартии, у которых был достаточно скромный результат на местных выборах, на парламентских выборах, сейчас более 80 мэрий, мы видели... Около 600 уже мэров. По всей стране. Да. Мы видели опыт Гагаузии, где, скажем, прямо на 99%, но об этом светятся президентские выборы про российский регион и кто правит в Гагаузии, проевропейская демпартия, у которой большинство в Народном собрании. Официально они не заявляют, что у них есть большинство. То есть официально как бы большинства нет ни у кого. Но мы можем предположить. В любом случае, я бы хотел видеть в Гагаузии, потому что я сам из Гагаузии хотел бы увидеть, чтобы депутаты Народного собрания заявили, какой политической фракции они относятся. Но пока этих заявлений сделано не было. Извините, что у вас перебил. Так, уточняющий момент. Вместе с тем, имея всего одного Народного советника в Народном собрании Гагаузии, одного депутата от Демократической партии, они смогли сделать его председателем Народного собрания Гагаузии. И вот в Бельцах, насколько я понимаю, тоже один советник от Демпартии в Монсовете, да? Да, совершенно верно. Это был Киселев, он ушел потом в парламент. Вот сейчас Ирдан от Демпартии. Это достаточно странно, если при одном советнике у этой партии. Я не знаю, насколько странно, потому что мы видим в Кишиневе, что произошло. Но в Кишиневе, почему немножко отличается ситуация, в Кишиневе нет такой партии-доминанты, как есть в Бельцах, у которой абсолютное большинство. Но мы видим, что произошло в парламенте. Партия, которая изначально пришла с 19 мандатами. Сегодня контролирует, скажем так, контрольный пакет акций. Вы понимаете, вот тут секундочку, мой коллега хотел поправить. Что происходит в Бельцах? С 2015 года, когда Ренат Усатый победил на местных выборах, он провел везде аудит проверки на всех муниципальных предприятиях. И были выявлены миллионы хищения лей, миллионы лей, таких как на Апоканале, там стиральная машина, там отмывались деньги просто там ведрами. И сегодня возбуждены все уголовные дела на бывших руководителей. Но с 2015 года ни одно дело, ну не дали им уход, будем так говорить, мы делаем запросы, что с этими уголовными делами, что с таким предприятием, как Апоканал, что с предприятием объединения рынков, что с ЖКХ. Ничего, приходит ответ из следственных органов, значит, это дело номер такой, это рассматривается. Но с 2015 года оно рассматривается, понимаете? Господин Григорьевич, уточняющий вопрос. Опять же, да, возвращаясь. Если бы не было этой акции протеста, если бы не было голодовки, что бы произошло? Вы бы не смогли проголосовать то решение, которое вы проголосовали в пятницу? Произошло бы то, что, значит, советников наших, почему мы все вместе ушли, потому что это... То есть, я так понимаю, все 20 человек голодовали в одном месте? Да, это было в одном 334 кабинете, на третьем этаже, значит, постоянно с нами были БТВ, камеры БТВ, круглосуточно они вещали, значит. И ушли, почему все ушли? Потому что люди устали уже. Все, мы уже, ну, именно мои коллеги говорят, слушай, я не могу, говорит, они запугивают родственников, они запугивают через... на наших, через финнов, там, перечисляют, что посадят меня за какое-то там, не знаю, дело. На меня был выписан мандат на арест вместе, как на коллег, такой, как Градинара, на такую, как Урзановская, на Диану Диллион. Там, превышение полномочий и кражи в особо крупных размерах. Там две учительницы, что они украли, ручки? Или я? Что я мог украсть, а? У совета. А дела вам показали, повестки? Они пытались нам вручить, бегали за нами, там, у меня был прием граждан, значит, они пришли, возьмите, я говорю, выйдите, тут люди сидят. А люди сидят в очереди, они приходят там, пытаются сунуть мне какую-то повестку, я говорю, слушайте, я не знаю о чем-то, о чем вы вообще говорите. Так же самое, они бегали за моими коллегами, за рыбак, они вообще ночью гонялись, у него грудной ребенок. Елена Рыбак. Елена Рыбак, да, советник. Ну, это был такой эмоциональный взрыв, мне как раз он понятен. Да, на Сергея, Сергея была, к примеру, возьмите, у него мама работает на рынке, имеет там какой-то стол, ну, продает обувь, если вы понимаете, нет там какого-то бизнеса. Мама простая, инвалид второй группы. Бедная женщина, налетели, 9 человек, залетела туда к ней в контейнер, начали вытаскивать эти сапоги, забрали эту обувь у нее, конфисковали. Одно, что Сергей не пришел на голосование. Требование одно. Мне как раз очень понятно состояние советников. В 2014 году, по-моему, это был первый случай, когда я в качестве примара Сорок была готова объявить голодовку протеста, я заявила об этом публично. То есть попытка была? Да, была попытка. Таким образом, я привлекла внимание к проблеме, которая не только не решалась на уровне правительства нашей страны, к проблеме строительства очистных сооружений в городе Сороке, но и даже не выносилась на обсуждение. Премьер-министры и Влад Филат и Юрий Лянко просто игнорировали эту проблему. Поэтому, на мой взгляд, советники муниципального совета Белтс поступили очень правильно в этом случае, рискнув своим здоровьем, но привлекли таким образом внимание к проблеме прессинга на народных избранников в муниципе Белтс. У меня к вам, госпожа Бадоненко, такой вопрос. Как вы думаете, почему не было такой… Потому что это действительно беспрецедентная акция, и очевидно, что это, помимо того, что попытка свести какие-то политические счеты, это давление на местные органы власти. То есть мы неоднократно в этой студии обсуждаем то, как центральные органы власти используют тот респрессивный механизм, который находится в их руках, финансовую все больше и больше оказывает давление на местные органы власти. Почему в этом случае с поддержкой в адрес советников высказалась только партия коммунистов? Поднимался ли этот вопрос в парламенте? Обсуждался ли каким-то образом на последних заседаниях? В парламенте он не мог обсуждаться, потому что парламент в январе находится в отпуске. Хорошо, какая-то экстренная сессия кто-то может созвал. Кто бы ее созвал? Парламентское большинство. Мы же предполагаем, что это давление как раз оказывают представители партии, которые сегодня имеют большинство в парламенте. У нас можно было бы обсудить этот вопрос на заседании комиссии по публичному управлению, членом которой я являюсь. Но с 15 января парламент вышел на работу в комиссиях. Вот сегодня заканчивается понедельник, мы еще не получили информацию о том, будет ли послезавтра заседание комиссии. На прошлой неделе этого заседания не было. То есть пока площадки для обсуждения этой темы в парламенте нет. Уже если с 1 февраля парламент выйдет на работу в пленарные заседания, то, конечно, мы этот вопрос поднимем. Не забудьте, что вы хотите сказать, уходим на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Хорошо. Спасибо. Добрый вечер. Еще раз мы вернулись в студию. Канал АТВ-8, программа оригинала. Обсуждаем сегодня беспрецедентную в истории Республики Молдова акцию протеста, организованную муниципальными советниками муниципи Беллс в виде голодовки с гостями в студии. Госпожа Боднаренко, до ухода на рекламу мы с вами говорили о реакции политических партий. Почему ее не было и почему не было реакции парламента? И мы обговорили реакцию парламентского большинства. Она ясна. Реакция либеральной партии тоже понятна. У них есть проблема с генеральным примаром муниципи Акишиной и Ударином Киртуакой. Их примарка находится примерно в такой же ситуации. Примерно в такой же ситуации. Единственное, что там речь идет о каком-то большем количестве уголовных дел, которые, очевидно, могут в любой момент уже пустить в ход. То есть ситуация ареста, под которым сегодня находится Дарин Киртуакой, это крючок, на котором держат либеральную партию. И от того, насколько хорошо они себя ведут, от того, насколько они не ссорятся с властями, зависит судьба Дарина Киртуакой. Поэтому либералы не свободны. И я, например, не ожидала от них реакции в поддержку событий в Бельцах. А вот почему нет реакции партии социалистов, это тоже интересно. Это, по-моему, еще одно подтверждение того, что социалисты работают в связке с демократами. У социалистов есть моральные обязательства, в первую очередь у Дарина Киртуакой, у Игоря Дедона есть моральные обязательства перед Ринато Усатым. Ринато Усатый обратился к своим избирателям год назад перед президентскими выборами с призывом поддержать Игоря Дедона. И избиратель Ринато Усатый отдал свой голос в поддержку Игоря Дедона. Ну, по-моему, была какая-то реакция, Галина, если не ошибаюсь, президента. Я, насколько помню, была реакция в ответ на вопрос журналиста одного из телеканалов. Ну, какого-то там особого резкого высказывания я не заметила от господина Дадона. Он там заявил, по-моему, что к нему напрямую не обращались. Насколько я понимаю, вы не обращались. Да. Мы к президенту не обращались напрямую. Но если он президент страны, значит, и в стране происходит вопоющийся бы факторе, да, голодовка. 20 советников объявили голодовку. Но на месте президента, наверное, через 2 часа он должен был быть у него в Бельцах у нас. Или хотя бы написать свою реакцию на Фейсбуке, как он это делает по любому поводу. Не хотел бы, Михаил, заметить, что ситуация с Киртакой и с Ринатой – это две разные ситуации. Потому что против Киртаки тут, значит, собрались инициативная группа и собирались подписи людей. А у нас в Бельцах мэра нашего любят, поддерживают из-за него народ. Ну, понятное дело, что мотивы совершенно разные. Да. Есть инициативная группа, которая хочет отставки Дарина Киртака в городе Кишиневе. Референдум провели, он не состоялся. Дарина Киртака до сих пор является избранным мэром. Хотя не может управлять городом. В Бельцах, понятное дело, это был политический ход Рината Усатова для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку среди горожан. Но де-факто процедура одна и та же. Люди будут приходить на избирательные участки, они получат бюллетень, где будет примерно один тот же вопрос. Это в случае того, если состоится референдум. Охменьшательное решение принимает центральная избирательная комиссия. Мы уверены, что через неделю, через две ЦИК или ЦИК или через суд не состоится референдум. ЦИК его отменят или решение в суд они его отменят, но какая-то процедура будет. Они не дадут состояться референдуму, потому что они сегодня знают, и они это все просчитали давно. Если будет референдум, то граждане, горожане нашего города окажут огромную поддержку своему мэру, потому что мэру... То есть проблем с явкой у вас не будет? Не будет никаких проблем с явкой у нас. Мэр у нас народный, мэр у нас любимый, и мэр работает каждый день. Не то, что вот как вы там вначале, мэр каждый день на работе. То есть он даже находясь на больничном отпуске, он в курсе полностью всех проблем мэрии и горожан. Господин Григорьевич, у многих экспертов и наблюдателей за этим процентом возникает один вопрос. Вы приняли решение о проведении референдума, вы приняли решение о назначении даты референдума. Вопрос финансирования референдума. Как будет финансироваться этот референдум в случае, если он состоится? Ну, если вы слышали заявление, значит, Рената Усатова, значит, он сделал это... Две недели, Рената? Нет, это он сделал первым перед Новым годом, когда он говорил, что вот, чтобы перестать спекуляцию госканцелярии и некоторых телеканалов, которые говорят, что мэр не работает, мэр не приходит на работу, мэр управляет по скайпу. Значит, он сказал, что референдум состоится, и он его оплатит из своих личных денег. Но это невозможно юридически, потому что референдум не может финансироваться из зародежья. Из частных источников ферендума. В любом случае, это должны быть деньги из госбюджета, но, мне кажется, даже не стоит обсуждать, потому что референдума не будет. Мы не дойдем до референдума, я вам говорю, что нас снимут или ЦИК, или суд это отменит. Просто я хотел тут главное заметить еще, почему нужны советники. Коллега и журналисты их не были, значит, они задавали много вопросов. Цель у них сегодня – это назначение своего вице мэра. Вот там цель ихняя. По сценарию, как в Кишине. Да, там вот имя, это там будет их цель. И затем следующий шаг. Они хотят убить полностью местную автономию, чтобы в 2019 году мэра не выбирали, а назначали. Сегодня на примере Бельц, дальше пойдет Тараклия, Бессарабка, Дрокия, Рыжканы. В любом случае мэра должны назначить муниципальные советники, а муниципальные советники – это выборные лица. Допустим, даже есть такая инициатива. Вы обсуждаете какой-то готовый сценарий? Нет, я просто в продолжение сказанного, но в Бельцах другая немножко ситуация. В Кишневе им было намного легче, потому что в Бельцах 26 муниципальных советников, у либеральной партии нет, это из 35, да, у либеральной партии в Кишневе нет. Здесь намного сложнее в Бельцах провернуть все, что было сделано в Кишневе, потому что здесь абсолютное большинство. Это намного сложнее, но не невозможно. Но не невозможно. С учетом того, что это регион. Ну хорошо, Доринкер так никогда не имел большинства в муниципальном совете, во всяком случае, вот в нынешнем, в течение этого его мандата. То есть там, я согласен с Галиной, гораздо проще. Тут возможно ли было оказать давление на всех 26 советников? Им не надо 26, им надо большинство. У них сегодня есть с той стороны 8, им надо сегодня 12 и все, и тема решена. А уже 4 есть, да? Нет, у них есть 2. Нет, из 35 им нужно иметь 18. У них сейчас от нас ушли двое. Ушли вот за последнюю ночь, это я вам сказал, Гула и Лисник. Перед этим вышла Веселовская и Корнец, но они вышли как порядочные люди. Они не начали ее делать, да, они проголосовали, сдали мандат и вышли из совета. А эти хитрецы хотят выйти из фракции, чтобы стать независимыми. Но все равно двоих еще никто дальше не будет работать. Так сколько еще человек нужно? Ну, сегодня, если у них есть 11, а нужно 18, то есть 7-8 человек. У вас осталось 21, да? Или сколько? Нет, сейчас у нас 24. 24. Но надо понимать, что эта голодовка, она привлекла внимание общественности к тому, что там происходило. И если абсолютно цинично об этом говорить, это был удачный тактический политический ход нашей партии. Потому что если бы, я говорю, если цинично говорить. Ну, это несерьезно как бы говорить. Потому что если бы этого не было, то просто выдавливали бы по одному, и никто бы об этом не слышал. Я понимаю, что люди пошли на такие меры, потому что их не слышат, их не хотят видеть. В Кишиневе многие воспринимают происходящее как политический конфликт между оппозиционной партией нашей партией и демпартией, а речь о другом, речь о том, что нарушается вообще любой принцип демократии, причем очень топорно, абсолютно диспринципно. Цинично, как вы и сказали, это очень подходящее слово, потому что у власти сегодня наглецы и циники. Господин Григорьевич, вы заявили о том, что в 2019 году есть планы изменить процедуру формирования местных органов. Вы говорите это со знанием дела или ваше предположение? Я это говорю со знанием дела, потому что когда они сегодня советников запугивают, они всем говорят, фраза у них все, значит, там, через тюрьму, через уголовные дела, через это. Говорят, мы все равно в 2019 году мэра будут назначать и вам дадут любую должность, какую вы сегодня пожелаете. Для чего сейчас и нужен им этот исполняющий обязанности, будем так говорить, прямая, вице-примарь, что вот они хотят сделать. Это информация и в прессе уже однажды появлялась, правда, только в прессе. Я видел, что несколько средств массовой информации. Вот, госпожа Абадоненко, вы как член комиссии по местным органам власти в парламенте, насколько это возможно? Я понимаю, что сегодня избирательную систему изменили без того, чтобы учитывать мнение Вензанской комиссии, но насколько возможен такой шаг? Исходя из молдавской практики, возможно, все. То есть вы ожидаете, что такое возможно тоже? И это возможно, да. Это можно ожидать, потому что, ну, собственно, вы сами об этом говорите, что все то, что казалось неплохо работающим, все то, что казалось соответствующим демократическим нормам, легко меняется под чью-то прибыль, прихоть, под чье-то желание сохраниться у власти и сформировать эту вертикаль власти как раз и поможет этот метод. И думают какую-нибудь информационную кампанию, типа сильный мэр, сильный населенный пункт, приведут нам примеры того, как это работает в других странах, и, собственно, дальше и не нужно мнение избирателей. А это в каких-то других странах работает? В других странах это где? Да, хотелось бы узнать. В России, например. Например, мэры назначаются. А кто назначает? Я просто хочу понять, муниципальницы? В Беларуси. Ну, там другая форма управления государством. Ну, есть пример России, допустим, где мэр избирается, но по большому счету мэр ничего не решает, потому что есть сити-менеджер, который назначается муниципальными советами, который по большому счету управляет финансовыми средствами и так далее. Ну, пока мы не слышали никаких заявлений от представителей. До выборов мы их и не услышим. Эти сценарии будут разрабатываться где-то кулуарно. И потом, как, например, пенсионную реформу нам вбросят за один день в парламент и за пару заседаний. Уменьшить число мэр и административно-территориальная реформа там останется, если, допустим, несколько, сколько, 100 мэров, то, может быть, их назначать. Да, есть два варианта. По одному варианту порядка 230 при мэре, и по второму порядка 111. Галина, реакция средств массовой информации. Вы, я так понимаю, следили за этим. Вы, Михаил, сказали, что ее не было, но она была. Но и освещали центральный телеканал. Другое дело как. Я не сказал, что вы один из немногих каналов, которые выезжали на место. Да, вот когда мы были непосредственно в день голосования из центральных телеканалов, мы увидели только ТВС-21, по-моему, корреспондента. Был БТВ, но сейчас у нас есть онлайн-трансляции, стримы, и, может быть, центральные телеканалы решили сэкономить и не отправляли своего корреспондента. Но при этом они приехали, когда там был протест, контрпротест перед мэрией, когда там пришло 10 человек, принесли весы и спекулировали на том, что муниципальные советники хотят похудеть. Ну, примерно в таком плане я заметила, что так освещали центральные телеканалы в очень ироничном таком издевательском манере. И вот информационных поводов для многих почему-то стала не сама акция голодовки, а вот этот вот контрпротест якобы бельчан, которые пришли сказать муниципальным советникам, чтобы они не просиживали штаны и получали зарплату за то, что они... Я знаю, что мне потом объяснили, что муниципальные советники получают 50 лев непосредственно в заседании, то есть за то, что в то время, когда они голодали, им не начисляли какую-то зарплату. Но другие телеканалы, другие журналисты, видимо, не посчитали нужным узнать об этом. Это один из приемов политтехнологии. Пользоваться незнанием законов люди не обязаны знать все законы и навязывать им предлагаемую информацию. Господин Григорьевич, дальнейшие действия. Вы говорите, что референдум, скорее всего, или решение муниципального совета, скорее всего, будет опротестовано. Да, совершенно верно. Либо госсалитарственная канцелярия, насколько я понимаю, либо будет отменено или ему не даст хода центральная избирательная комиссия. Каковы дальнейшие действия муниципальных советников? Потому что вы думаете, что давление прекратится или оно продолжится? Нет, я не думаю, что давление прекратится, оно будет дальше продолжаться, потому что еще раз замечу, что им нужно сейчас избрать своего вице-мэра. А вице-мэра они могут избрать только если у них есть большинство советников. Вот такая ситуация у нас. И ваши действия? То есть вы просто будете ждать реакции? Мы ничего просто ждать не будем. Значит, мы обратились, вы, наверное, в курсе. И к нам приезжала европейская комиссия, американское посольство. Значит, дипломаты нас выслушали, взяли все полностью на заметку и сказали, что неделя-две будет их реакция на это все происходящее, то, что происходилось. А насчет того, что вот эти вот, вы говорите, там был контр как митинг, это 26 человек с демократической партии, прошу заметить, значит, вышли, члены демократической партии. Вывели их там такие, как лесники Гроссу, значит, это с молодежного крыла. Они встали, посмеялись, да, действительно, но у этих людей, наверное, ничего нету внутри. Если когда люди голодают, а люди со стороны кто-то смеется и издевается. Вот сегодня, чтобы вы понимали, наши четыре женщины лежат в больнице. Значит, после голодовки, так, у Ринаты, значит, воспаление легких. Да, там были, сбыли новости о том, что некоторые... Да, значит, у Светланы Осербаевой, у нее, значит, давление очень сильно, там по 200 подскочило. Диана Дилион, желудок гастрит, и Бадюк Евгения тоже желудок. Ну, и как бы издеваться в таких ситуациях, ну, это кощунство какое-то, понимаете, это как во время войны, наверное, фашисты издевались. Ну, это советники пошли сами добровольно на этот шаг, поэтому я думаю, что ответственность за это принадлежит им. Как способ борьбы за местную демократию? Как можно его рассматривать? Можно ли его экстраполировать на другие? И другой момент. Почему, с вашей точки зрения, не было, может быть, вопрос не по адресу, но, опять же, хотелось бы обсудить, реакции других местных органов власти? Ну, насколько... Солидарность с советниками в данном случае, с моей точки зрения. Поскольку, если мы говорим о том, что это не борьба между, или не только борьба между демократической партией и нашей партией, но давление на местную власть и ограничения местной власти, то хотелось бы видеть какую-то солидарность местных избранников из других районов, потому что я ее особо не видел. Я видела... Народных избранников, в том числе и из Сорок. Почему не поддержали другие? И я думаю, что... Ну, может быть, звучит немножко... Команды не было. Нет, ни команды не было. Нехорошо, но по времени голодали мало, да? В понедельник, пока вы вышли... Я думаю, если бы они голодали до конца, там все бы слили в больницу, судя по тому. Я не за то, чтобы люди голодали. Я имею в виду, что эта новость не распространилась быстро, потому что она не была медиатизирована раз. Для того, чтобы собрать советников, нужно было тоже время. А это время уже закончилось, со вторника по четверг. С понедельника по четверг. И не все успели... Ну, в понедельник... С 13 часов. В понедельник еще пресса, даже если какая-то немногочисленная сообщила, то не все успели это узнать. Во вторник, в среду, пока узнали, пока сообразили, голодовка уже закончилась. Ну, и опять же, здесь могли поддержать кто? Демократы нет, либералы нет. Ну, почему либералы? Либералы, это в какой-то ситуации. Мне не совсем так. А есть где-то на местах еще либералы? Я просто хочу понять, есть кто-то на местах еще, кроме социалистов и демократов? Ну, почему? Муниципе Кишина, Вестница, Коприма, Либералов. Ну, коммунисты, кто еще есть? Либералы есть. По одному, два, где-то в каких-то советах есть, немного больше есть. Я бы не судила, потому что нам навязывают средства массовой информации Демпартии и социалистов, о том, есть советники на местах или нет. То есть вы связали с тем, что это не было медиатизировано, и люди не узнали о том, что... Во-первых, не было медиатизировано. Во-вторых, не было понятно, что происходит. То есть я, например, вчера в Сороках встречалась с партийным активом, и некоторые так и не поняли, собственно, кто за этим стоит. Действительно, как говорит Галина, некоторые воспринимают это как разборки между нашей партией, демократической партией, или наоборот, между демократической партией и нашей партией. То есть вот этот момент медиатизации, я думаю, что он важен в этом случае. Но если бы они голодали еще пять дней, то кто бы рассказал? Кто? Кто? Молдову Уну? Они бы рассказали... Молдову Уну вообще никак не рассказали. Остальные, мне кажется, вот даже если бы они там упали уже в голодный обморок, то ничего бы не произошло. Но общественное молдавское телевидение вообще не включилось в обсуждение этой темы. То телевидение, которое существует на... Общественные деньги. Общественные деньги. И Бельцы один из самых крупных городов страны. Я имею в виду, что как раз общественные деньги, приходящие из Бельцы, они очень существенны. Если говорить о структурах, ну, самый крупный у нас Конгресс местных властей Молдовы. Не забудьте, что хотите сказать, уходим на короткую реку. Хорошо. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый вечер. Мы вернулись в студию. Обсуждаем беспрецедентную в истории Республики Молдова акцию протеста, которая прошла в Бельцах. И реакцию общества на эту акцию. Госпожа Боднаренко, возвращаемся опять к вам. Возвращаемся к Конгрессу местных властей Молдовы. Руководство Конгресса местных властей Молдовы не может делать заявление самостоятельно от своего имени. Они должны делать заявление такого рода от имени руководящего органа. Это около 50 примаров, которых нужно собрать. У каждого есть свой рабочий график. Это бюро, да, по-моему? И очевидно, да, очевидно, они тоже просто не успели в эти несколько дней собрать этот орган. Насколько я знаю, Конгресс местных властей Молдовы в нескольких интервью затронул эту тему. Исполнительный интервью. Галина, то, как люди реагируют. Потому что была реакция, насколько я понимаю, господина Филиппова. Остальные примары как-то отмолчались или мы чего-то не заметили? Я не припомню кого-то, кроме Филиппова, честно говоря. Тут важно и обратить внимание на реакцию политических лидеров оппозиционных. Вот это тоже интересно. Я не могу говорить, что я промониторила все досконально. Но я заметила, была реакция партии платформа «Достоинство и правда», по-моему, Настаси из Лусаря. То есть председателя из Ампреда. От социалистов не видела реакции. Но за исключением того, что Додон ответил на вопрос. Журналисты – это не реакция. То есть реакция – это когда человек сам, без того, чтобы его спросили, обозначил проблему. И от партии «Действия и солидарность» я тоже не видела реакции. Мне в этой ситуации очень грустно то, что и журналисты многие, которые, скажем так, независимые, хотя многие говорят, что нет независимых журналистов, но есть у нас, не обратили на это внимание, и некоторые политические лидеры, потому что сконцентрировались на том, что это политический конфликт между нашей партией и Демпартией. При этом не обращая внимания на, как мне кажется, суть проблемы. Суть проблемы в том, что людей методом шантажа, заведением уголовных дел, я не знаю, может быть, на каждом, наверное, можно идти в какую-то зацепку и завести уголовное дело, но это дело заводится непосредственно перед голосованием для того, чтобы человек сменил свою политическую ориентацию. Это из ряда вон, это из ряда вон, с учетом того, что, еще раз повторюсь, у этой партии абсолютное большинство. И если пройдет время, мы увидим, что в муниципальном совете Бельц другое большинство, для меня лично это будет означать, что все, что по одномандатным 50 округам не пройдет в парламент ни один человек, за которого реально проголосовали люди. Ну, я лично воспринимаю это так, потому что... Вы еще с оптимизмом смотрите на предстоящие парламентские выборы по смешанной системе, да? По-моему, сегодня очень мало в Молдове осталось людей, у которых есть надежда на то, что честные люди, избранные действительно народом, смогут попасть в парламент согласно той системе, которую поменяли демократы и социалисты. Ну, возможно, в каких-то округах будет... Если просто, по-человечески, вот есть какой-то местный лидер в Бельцах, там этот округ, соединенный с Рожканами, или, допустим, есть сильный местный лидер в Чадер-Лунга и Волкане, что это один округ. Есть местный лидер в Камрате. Ну, вот он поборется, будет агитировать, у него мало денег, он будет там... Это же ему легче, чем на всю республику, меньше денег нужно, он объездит. То есть фактически эта система создает... Он выиграет эти выборы, и он, допустим, действительно независимый. Он выиграет эти выборы, и есть у него сын, дочь, племянница. Ну, проблемы у дочери или племянницы, я не знаю, наркотики, не знаю, что там. И приходят к нему и говорят, дорогой, вот хочешь, чтобы с твоей дочерью, сыном, я не знаю, было все в порядке, будь добр, входи-ка ты в наше парламентское большинство. Этот человек вспомнит, а что было в Бельцах, а вот они голодали, а вот они сопротивлялись, зачем эти напрасные жертвы, вступлю-ка я в это парламентское большинство. Ну, мне вот так кажется, что вот так люди будут мыслить на местах. А на местах... Ну, это как в случае с нашей Веселовской были, перед тем, как голосовать, у нее закрыли ее сына. I mentioned уже. Да, и говорят, или он, или ты, и она говорит, вы извините, но семья. Хотя она очень порядочный человек. Ну, психология продажности, она культивируется сегодня в молдавском обществе, поэтому мне ничего удивительного. Я даже не о продажности говорю, я говорю вот о человеческих каких-то ситуациях, но никто не застрахован того, кто там, что с дочерью, что-то, что она нарушила какой-то закон или сын. И вот таким методом, вот это уже становится нормой. В том-то и проблема, что у нас огромное количество депутатов, я не знаю по каким причинам, я не могу утверждать, не могу обвинять. Огромное количество депутатов, прошедшие в парламент по спискам одной партии, оказались в парламентском большинстве. В вашем случае тоже? Да. Как их называют? Фракциониды считалось 14? 14. Ну, не только в нашем случае. Мы были первыми просто. Следом за нами была либерально-демократическая партия, потом под удар попала либеральная партия, сегодня наша партия Рената Усатова. И, собственно, знаете, вот классика выражения немецкого пастора Мартина Немеллера. Когда они пришли за коммунистами, я молчал, я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал, я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я ведь не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, уже некому было меня защищать. Собственно, это происходит сегодня в Молдове. Какова была реакция горожан, господин Григорьевич? Реакция горожан была очень, будем так говорить, болезненно. Это тысячи звонков на горячую линию. Каждый день проходило 100-150 человек в нашу поддержку. Горожане это восприняли очень, как знаете, я стал гордиться, что я бельчанин. Я и так горчился всегда, что я бельчанин. Тут из-за людей, что людям не безразлично, что творится в городе. И люди понимают, люди главное понимают, что это идет именно удар по нашей фракции и по нашему лидеру Ренату Усатову. Они все делают для того, чтобы очернить нас, оклеветать нас. У них сегодня задействовано все, начиная с комиссариата полиции, прокуратуры, следственных органов и заканчивая все госпредприятиями и госканцелярией в лице ее представителей, которые делают все, чтобы только очернить, что во всей Молдавии все хорошо, только в Бельцах все плохо. Как происходит в демократическом обществе? Плохой примар, плохой совет. Не оправдали они ожидания избирателей. Не эффективно управляли населенным пунктом. Проходит 4 года и избиратель их меняет. Но у Игоря Дедона есть очень хорошая фраза, просто нельзя было больше ждать. Поэтому и не ждут 4 года. Сегодня демократы социалистами, они идут вместе за ручку, их поженили и они вместе идут. Хорошо, вот у меня возникает вопрос. Вот говоря о общественном восприятии. Ну, в Бельцах понятно, люди находятся рядом, они знают, они по-другому это ощущают, по-другому чувствуют. Тот факт, что в общественном пространстве это воспринималось больше людьми, как борьба между демократической партией и нашей партией, Плохотняком и Ренатом Усатым, а не как давление на местную власть, может это связано с тем, что вы везде выставляете это как референдум в поддержку Усатого. И глядят ли это каким-то образом на восприятие людей. Потому что, с моей точки зрения, я понимаю, Усатый, причем это преподнеслось как некий такой политический ход Рената Усатого для того, чтобы сохранить за собой кресло до конца мандата. Это не политический ход и Ренат Усатый всегда заявлял и заявляет, что он никогда не держится за кресло. Если люди, которые его выбрали, скажут, что нам не нужен такой мэр, он уйдет, он не будет держаться. И он даже там объявил, что 50%, даже не надо того, что он убрал 70%, половину, если люди скажут, что нет, я уйду, я не буду никогда держаться за кресло. Люди знают, что он делает для горожан. Только с приходом Рената Усатого город начал меняться. Вы поймите, сегодня они рвутся, сейчас секундочку, сегодня рвутся кто обратно к власти? Те, кто был, кто управлял до сих пор, до 15-го года, они рвутся обратно, любимыми путями. Для чего? Для того, чтобы воровать это? Сегодня Бельская мэрия, это самое транспоредное... Разве не коммунисты управляли? Что, что? Не коммунисты управляли? Ну, коммунисты управляли, но там я не могу сказать, что, я говорю, при чем здесь коммунистов, ну, управляли коммунистами. Но именно кто рвется, кто воровал раньше, я же вам сказал, АП канал, муниципальные рынки, ЖКХ, вот кто рвется к власти. Если это и политический ход Рената Усатого, то демократы на него повелись. И ему удалось Рената Усатого на какое-то время отправить в тень. Весь тот период времени, что он находится в России, его не медиатизируют здесь. А той ситуации, которая случилась в Бельцах, они Рената Усатого вернули на политическое поле Молдовы. И сегодня состоится референдум, и, допустим, избиратели выскажутся в поддержку Рената Усатого, это будет плюс. Рената Усатому, а если он не состоится, это тоже будет плюс. Слушай, я просто хочу уточнить. Глупо обвинять Рената Усатого в том, что он предпринимает политические шаги. Рената Усатый – политик. Мы его не обвиняем. Я просто пытаюсь понять, реакция со стороны примарского корпуса была такой слабой, со стороны депутатского корпуса была такой слабой, потому что люди не поняли, что, как вы говорите, это давление на местную власть, или потому что это было преподнесено иначе. Потому что, как я уже говорил, беспрецедентная акция протеста, давление на местные органы власти, но реакции не было. Или просто потому что мы в обществе не пытаемся отделить зерна от плевел и не увидеть... От кого реакция должна быть? От демократов? От кого? Я думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, вот от кого вы хотите? От тех 600 примаров, каждый из которых висит на крючке уголовного дела? Ну, потому что... Они побоятся. Мы знаем, что сегодня целый ряд примаров... Я не обвиняю примаров, я просто пытаюсь понять, в чем проблема. Ну, вы так сформулировали вопрос. Сегодня целый ряд примаров получает указание из штаба Демпартии не подписываться под обращением о повышении заработной платы примарам. То есть мы не исключаем, что и здесь у меня нет информации, но я не исключаю, что здесь было какое-то негласное указание, никак не комментировать ситуацию с тем, что происходит в Бельцах. Второе, да, недостаточная медиатизация. Третье, то, о чем мы говорим, медиатизация однобокая, то есть преподнесение, это как разборки между демократами и нашей партией. Вот это все и сыграло. И опять же время, достаточно небольшой по времени промежуток. Не забывайте, что это период зимних праздников, когда некоторые еще не вернулись с каникул, другие еще празднуют. Кто-то, может быть, в селе у родственников и не очень-то интересуются политикой люди в Молдове в январе. Я согласна с госпожой Бондаренко, но мне еще кажется, тут наслоили немножко, благодаря своеобразной медиатизации в этом вопросе, геополитику, проевропейская демпартия, якобы пророссийская наша партия. И это тоже играет какую роль. У нас, мне кажется, в любом вопросе видят какие-то геополитические козыри и геополитическую борьбу. Ну, а как их не видеть, когда председатель парламента, демократ Адриан Каду, он уже сейчас, за несколько месяцев до парламентских выборов, говорит, что это снова будет геополитическое противостояние. Это тоже навязывается, и это тоже политтехнология. Господин Григорьевич, предстоящие парламентские выборы. Наша партия готова или вы связываете ли вы каким-то образом с предстоящими парламентами? Наша партия готова, она всегда готова, и граждане нас поддержат. А то, что сегодня, конечно, происходит, я скажу, что партия мы не пророссийская, а промолдавская, и всегда мы это говорили, всегда мы будем это говорить. Мы и с Европой, и с Россией, мы должны дружить. Но то, что сегодня происходит просто со стороны демократов и социалистов в лице их президента, это происходит, я думаю, спланированная акция, которую они все ее расписали, и видят они ее себе там в две партии. Не как вы говорите, пройдет какой-то сильный лидер, выиграет у нас выборы. Я не думаю, что сильный лидер выиграет какие-то выборы в ком-то из регионов. Я думаю, что там пройдут две демократы и социалисты, они будут там. Я еще хотела бы добавить примечательно во всем этом, что если верить опросам различным, наша партия не проходит в парламент, и демпартии, которая, как заявляют представители нашей партии, не следовало бы успокоиться и вообще давить на нашу партию, потому что она не проходит в парламент. С учетом того, повторяю, что у нас выборы будут по смешанной системе, очень важны будут имидж и рейтинги местных лидеров. Соответственно, видимо, у нашей партии очень хорошие структуры на местах. Я обратила внимание, различные районные центры в поддержку высказывались мглодающих мунсоветников в Бельсах, и там было достаточно много людей из таких крупных городов, районных центров. О чем-то говорит, о том, что сейчас, в этом году мы будем наблюдать, хотя я не знаю, наверное, Бельцы – это такой очень важный рубеж, его необходимо преодолеть, надо там раздавить оппозицию. С одной стороны преодолеть, с другой стороны защитить. Я говорю со стороны другой. Поэтому, наверное, потому что если верить опросам, то демократам вообще не следовало беспокоиться и спокойно о себе пусть. Если верить опросам, которые заказывают демократы, то действительно проходят только они и социалисты. Видимо, в этих выборах роль местных лидеров, а, видимо, наша партия до сих пор популярна в Бельсах, несмотря на то, что мэр. Я, насколько понимаю, там у Игоря Шеремета достаточно был хороший рейтинг, а сейчас он вышел. Ну, Игорь Шеремет – это другая история, другая передача. Почему? С него все началось, нет? С него все началось, это была спланированная акция. Это началось все с октября месяца. Я не знаю, на чем Игоря Шеремета они подловили, но в октябре он вернулся на работу. Это не тот Игорь Шеремет, которого мы знаем. Он ушел, я так понимаю, в отпуск? Он ушел в отпуск до 2 февраля. До 2 февраля еще есть время. Но он написал заявление, что его уволили со 2 февраля. Но, как мне объяснили юристы, он может вернуться и заявление отозвать. В течение двух недель. Но Игорь Шеремет, ну что, он ушел, да, они все там, кто сделал заявление, там такие, как Пчела, Мунтиану, значит, они сделали заявление, но никто не уволился. Все написали заявление, ушли в отпуск. Так же самое, как Игорь Шеремет. Ушел в отпуск, чего он ждет? Я же понимаю, чего он ждет. Он ждет, чтобы расшатали совет и вернуться, может быть, уже в город с большинством советников. Вот для чего, как бы, вот такая один из вариантов. Если человек уходит, да, чем-то ты недоволен, ты пишешь заявление, прошу меня уволить с завтрашнего дня, да, и там по закону положения, ты отрабатываешь такое-то время. А так уйти, сделать заявление и пойти, я пойду в отпуск, погуляю. Как-то нелогично. Ну, есть такая форма выход в отпуск с последующим увольнением. Но я не исключаю того, что вы говорите, действительно, возможно, есть какие-то гарантии, и люди дожидаются этих гарантий. Да, совершенно верно. Ну, я расцениваю это так, потому что, ну, говорить на этих, на сеть телеканалах, которые принадлежат этим олигархам-плохотнику, значит, и заявлять там, что мы уходим, мы не согласны, но в то же время они уходят в отпуск. Так уйдите, как, если вы не согласны, уйдите, увольтесь, почему же вы не увольняетесь? Галина, освещение. Как бы вы хотели, чтобы эти средства массовой информации центральные освещали, потому что для того, чтобы у людей возникло понимание, какие предложения? Ой, я не берусь этого делать. Мне кажется, просто надо освещать то, что ты видишь, то, что тебе люди говорят, разные точки зрения, но… Ну, у нас такие молдавские реалии, я даже не хотела бы кому-то давать какие-то рекомендации, но все понятно, по-моему, даже многие… Если мы говорим о тех средствах массовой информации, которые не претендуют на независимость, те телеканалы, те печатные издания, которые принадлежат определенным партиям, от них нечего ждать какой-то лояльности, да? Да, но общественные телеканалы… На этих национальных телевизионных каналах очень часто обсуждают фейк-ньюс, да, то есть феномен фейк-ньюс, который существует в Республике Молдова. Во многих ситуациях мы видим, что фейк-ньюс применяется в случае с акцией протеста перед партией ПАС, в случае с ситуацией в городе Бельсе. То есть фейк-ньюс, в том числе, и, по-моему, вас обвинили в том, что вы во время голодовки получаете… Салаты, да, если я не ошибаюсь, или питание. Да, это, значит, было в первые сутки голодовки, значит, через два часа, как мы зашли в голодовку, принесли три пиццы. Принесли три пиццы, говорят, вот кто-то заказал здесь пиццу. Но вы ее не заказали? Не, ну, конечно. Начали звонить на тот номер телефона, там уже никто не брал… Вы знаете, это очень-очень примитивный уровень пропаганды, наверное. И ночью, значит, сняли какой-то, будем так говорить, какой-то камерой, значит, кто-то ночью увидел двоих с пакетами из супермаркета, значит, они шли, этот с камерой их снимал, значит, довел до первого этажа, и камера прекратила съемку. Тоже, типа, нам переносили ночью пакеты. Ну, знаете, бред вот этот, ну, я не знаю. Ну, при этом 80%, извините, что перебил, у нас население информируется из телевизионных источников по-прежнему, и люди видят такую картинку. Ну, хорошо, ваш материал по… то есть, сколько людей достигло, скажем, охватило ваши материалы по… Ну, наверное, я не знаю, им делились Facebook активно, представители нашей партии. Это только, наверное, благодаря соцсетям. Это, скорее всего, это люди, которые и так интересуются и читают новости в интернете. Но в интернете обывателю, конечно, очень сложно, как говорите, отделять зерна от плевел, и сложно. Что им попадается, в основном сейчас люди читают, что попадается в ленте Facebook, а то они и читают. Но нельзя сравнивать масштабы, особенно в регионах. Да, тем более, что охват интернетом в сельской местности, он невысок. Ну, почему? Очень многие люди пользуются инстаграмами, молодые люди в селах, то есть, как бы интернет потихоньку… Мне кажется, покрытие у нас большое, только у нас в одноклассниках сидят, наверное. Инстаграмы, ВКонтакте, одноклассники, то есть большое количество молодых людей сидят в… Ну, не все те, кто пользуются инстаграмом, читают политические новости на Facebook. Поскольку здесь прозвучала такая мысль, что, с одной стороны, есть желание, скажем, додавить муниципальный совет Бельс для того, чтобы он сдался и, скажем, поднял руки и сдался на волю тех, кто в отношении него предпринимает эти действия. С другой стороны, есть желание, необходимость устоять для того, чтобы защитить местную демократию. Я бы хотел задать такой вопрос. Какие прогнозы в этой конкретной ситуации? Потому что, да, первый рубеж преодолен. Но, я так понимаю, попытки не прекратятся до местных выборов, еще не местных выборов, до парламентских выборов, которые являются важным электоральным или политическим упражнением еще чуть более полгода. То есть, и понятное дело, что желание контролировать абсолютно все, весь политический спектр, оно превалирует. В этой ситуации какие прогнозы? Вы правы. Действительно, этим давлением хотели убить сразу нескольких зайцев. И я думаю, что мы будем наблюдать продолжение противостояния. И будем получать информацию о других фактах политического давления. И я думаю, что будем к большому сожалению слышать и о людях, которые не смогут этому противостоять. Это всегда очень неприятно, это всегда очень больно. Но, к сожалению, это молдавские реалии. Не для того эту всю игру начинали, чтобы ее проигрывать. И в политическом плане в выборный год, я думаю, что для тех, кто работает сегодня против и нашей партии, и других партий, партий коммунистов, отступиться от своих задач, оставить в покое советников, примаров, это будет, на мой взгляд, чисто в персональном плане неприятно. И я думаю, что это все будет продолжаться. Господин Григорьевич, на вас лежит очень большая ответственность. Я так понимаю, перед горожанами, перед семьями, которые пошли на жертву, я так понимаю, это не последняя жертва. Вы говорите, что из 20 советников четверо попали, были госпитализированы с определенными проблемами. Как вы предполагаете, что будет дальше? Каковы меры? Есть ли какой-то план или какие-то видения того, как отстаивать? Потому что, действительно, если бельцы падут в данном случае, то я так понимаю, что с местными органами власти дальше может происходить все, что угодно. Ну, сегодня у них это задача номер один, бельцы, чтобы пали бельцы. Но с нашим лидером, и с таким, как Ренат Георгиевич Усатый, вы его все знаете. Я не думаю, что мы сдадимся. Я в этом уверен. Мы будем идти только вперед. Но началось это, видите, как парламентские выборы. Если вы помните, в 2014 году партия Родина, которую мы шли по списку, нас тогда сняли с парламентских выборов. Потом, значит, они изменили возраст президента. Это все было сделано специально, все против Рената Усатого и нашей партии. Я думаю, что давление будет продолжаться на наших советников, чтобы показать там что-то, какие-то показательные выступления устроить на всю Молдавию. Чтобы Молдавия посмотрела, что вот якобы бельцы взялись, не справились, вот к чему все провело. Ну, вы увидите сами, как будут развиваться события. Галина, у вас какие ожидания от этой ситуации? Я бы хотела ожидать всего наилучшего, демократического, европейского, в лучшем смысле этого слова. Но я думаю, что давление будет продолжаться, потому что бельцы – это второе по величине город, и в нынешних условиях он нужен. Это последний рубеж. Я не знаю, какой еще такой крупный город в Молдове, каким бы таким крупным городом руководила оппозиционная партия, была так широко представлена в органах власти. Я бы очень хотела, чтобы все закончилось не печально. Я не знаю, как эти люди будут держаться, потому что вот просто по-человечески мне было бы понятно, что кто-то там сдал свой мандат или вышел из фракции. После такого беспрезидентного давления? Да, я думаю, что в наших молдавских реалиях, и вот я брала у господина Фурду и как-то интервью, он рассказывал, что законодательство таким образом устроено, что на каждого мэра можно завести дело за ту же служебную халатность. Ну, мы были свидетелями этого дела с мэром Бессарабки. И, казалось бы, совершенный сюр, абсурд, но это было. 27 туи вы имеете? А, нет. И туи в ту же степь. Туя с чемпоешем там, что в семье надругались над ребенками, прямо не досмотрели. Не предпринял, да, никаких мер по защите этого ребенка. Мы... Ну, смотрите, это... Очень коротко. Это очень-очень удобно. Я опять же вернусь к ситуации, которая была с партией коммунистов. На уровне парламента из фракции, из 21 депутата уходит 14 депутатов. И заявляется потом о том, что партии нет, все, с партией коммунистов покончено, все ушли из этой партии. Человек из Бессарабки не знает, сколько коммунистов осталось в Сороках. Человек из Сорок не знает, сколько коммунистов осталось в Тараклии и так далее. Нет этой информации, создается впечатление, что партия уничтожена. Точно такая же метода была применена здесь. И в случае, если удастся разбить вот этот вот оплот нашей партии, будут говорить о том, что этой партии не существует. Могут задержать советников, чтобы они просто... Кого на 72 часа, кого на 30 суток, кого на полгода. Закрыть просто их в тюрьму и все, и тема тоже сработает. Я благодарю вас за дискуссию. Надеюсь, демократия и местная демократия, местная автономия Республики Молдова восторжествует. Скоро 1 февраля, где день местной автономии, мы продолжим обсуждать состояние местной автономии и советников статуса местного выборного лица Республики Молдова. Особенно с учетом тех событий, которые происходят, и будем искать возможные решения для защиты местной автономии и демократии Республики Молдова. Оставайтесь с нами, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!